Всем привет! Мои любимые зайчатки, мои подписчики и гости моего канала! Сегодня у нас с вами будет день готовки! Вот так он выглядит. Здесь у меня, вот видите, противень, это силиконовый коврик из фикс прайса. Он уже весь такой желтый, страшный, стал просто ужасный, а был таким беленьким. Мука, тесто. Смотрите, хлебопечки уже подошло, прямо торчит кверху, прям такой большой кусочек. И так же вот мой силиконовый коврик. Сейчас я буду немножечко сначала начну, наверное, про него рассказывать. Так, сейчас я себе поверну. Немножко, чтобы меня не особо было видно. То у нас жуткая жара, и мы практически ходим тут голышом, потому что жарко просто нереально. Вот, еще вдобавок, мы вот, начала тут готовить. Делаю я сегодня, кстати, ватрушки. У меня осталось тесто, я его уже перемешала. Да, там у нас еще Дима кашляет на заднем фоне, которому заняться все нечем. Да? О, какой кусок, смотрите. О, какой. Ой, шмяк сейчас. С этой стороны помогает. Да, расскажу сразу. Дима у нас отдыхал с бабой Лилей, и конечно же, то есть моей свекровью, и конечно же за ним никто не следил. Он срывал, очень много нарвал обоев, и, видимо, надышался пылью, и теперь он просто кашляет с рвотным рефлексом. Короче, это просто ужасно. Я надеялась, что они будут играть с ребенком, то есть что-то делать там, игрушек понаставляла, но нет. Так, я, честно говоря, уже плохо помню, как же они делаются. Там вот Димочку даже видно, да? Не помню, как они делаются, но, по-моему, небольшие кружочки, да? Сейчас мы его помнем чуть-чуть. Кружочки, да, поем? Да, вот так вот. Вот, расскажу про этот коврик. Этот коврик мне подарили еще тогда, когда силиконовых предметов, в принципе, не особо было. То есть их было довольно мало. Вот, и когда подарили, мне сказали, что печь на нем нельзя. Я еще на тот момент подумала, ну что же, я совсем думаю, буду прямо на нем печь, что ли? Думаю, видно же, что это нельзя. Что-то побольше надо его. Реально, забыла я, как это все делается. Да, сестру я дуга, да? Это подруга сестру я дуга. Вот, такие. А, вот, точно, вспоминаю. Кружочки мы делаем и кладем сюда. Вот. И я подумала, думаю, я так и так не буду на нем печь, думаю, зачем мне это надо. Ну, чушь, я прям совсем, что ли. Хотя вот тут я что-то смотрю, градусы нарисован, 250. Ну, это я не знаю, что такое. Я думаю, видно же, что на нем нельзя печь, но тогда вообще не было силикона. Никакого вообще. То есть мы даже не знали, что появятся силиконовые коврики. Видимо, его купили. А, да, его в Икеа купили. Тут Икеа есть. Тебе тоже, что ли, дать? На. Это у меня первый раз. Вот ребенок у меня первый раз с тестом занимается тут. Заодно, да? Так, делаем кружочек. Кладем его сюда. Видно вам? Вот, даже не видно где. Ну, ладно. Вот, пускай он тоже. Мне кажется, что у меня тесто все-таки останется. Потому что у меня очень мало творога. Там даже не 500 грамм было, а гораздо меньше было. Вот. А потом уже с годами я что-то увидела где-то. Стали появляться. А, в Фикс Прайсе я первый раз увидела силиконовый коврик для выпечки. Ой, не коврик, а это форма. Купила ее. Понравилось. Сейчас у меня уже целая коллекция. Этих ковриков. Что-то еще хотела сказать, забыла. Да? Там он, Димочка, помогает, да? Ну, вот. У нас с тобой будут такие. Сейчас мы, наверное, сделаем с тобой из всего теста. Потом оно подымется. Остали, наверное, оно подымется. И я потом уже посмотрю. Хватит нам. Хватит вам. Кстати, очень удобно лепить из теста, когда есть ногти. Они как-то, если пальцы как-то соскальзывают с пальцев, то с ногтей как-то подцепляют и оно не соскальзывает. Очень, кстати, удобно. Ой, что-то быстро заканчивается. У меня, кстати, сегодня еще одно тесто. Я буду еще печь пирожки с абрикосами. На них, кстати, будет, вернее, выйдет отдельный обзор. Я его уже записала. Не обзор, а кулинария. Я его уже записала, но еще не успела смонтировать. Потому что роликов просто уйма, уйма прям много. Что ты там делаешь? Пирожки с мукой, что ли, у тебя будут? С мукой. Да? Я думаю, наверное, остатки, может быть, с абрикосами. Потому что мы купили с Зимочкой абрикосы. Купили мы 4 килограмма. Тут еще как раз получится 2. Так вот. Такой мягенький, прям тесто. Хороший кусочек. Сюда. И еще один. А может, и не останется. Хого знает. Надо теперь, чтобы он настоялся. Вот у нас с тобой вот рушь. Но они, конечно, получились с разного. Диаметра. Хотела сказать. Ну да. Дима тоже лепит. А, лепишь? Ну, лепи, лепи. Так. Димочка. Помощник. Дима, кстати, первый раз в жизни из теста лепит. До этого как-то не доводился. И, честно говоря, что-то последнее время уже, наверное, больше года, наверное, полтора я уже ничего не делала из теста. Что-то прям совсем позабыла. А тут вдруг нам захотелось пирожков. Да, Дим? Я сначала подумала сделать их из персиков. Но подумала, что персики это консервация. То есть, ее нужно купить. Эту банку дотащить. Еще надо в магазин зайти. То есть, это все очень сложно найти. Я подумала, что можно сделать из абрикосов. Да? И у нас были с тобой с абрикосом. Диме, кстати, очень понравилось. Я его положила на тарелочку три пирожка. Разогрела. И смотрю, прям Диму уже третий пирог. Пирожок начинает кусать. Смотрю, увлекся. Ну, думаю, ладно, кушает. Реганок, молодец. Потому что у него появляется сейчас каша и рвотный рефлекс. Абсолютно на любую еду. Из-за этого вот то, что вот. Надышался он очень сильно пылью. Ну, представляете, там обои 20-летней давности. То есть, 20 лет, представляете, они весели. Их никто не мыл, не протирал никогда в жизни за 20 лет. Представляете, за 20 лет сколько там пыли. Это же вообще просто кошмар. Сколько ее там. И, конечно, он ее отрывал и надышался очень сильно. Ну, я думаю, я так думаю, что, скорее всего, поэтому. Потому что он кашляет. Дорвотный рефлекс. И сейчас мы начали пить разные лекарства. Потому что ребенок требует. У него что-то не истерика начинается. Вот. Немножечко он поспокойнее становится. Надеюсь, конечно, это пройдет. Никогда такого у нас не было. Упала. Грязная сестра. Ну, грязная теперь, да. Что-то ты там колбаски делаешь. Молодец. Учись, учись. Потому что я уезжала. Ребенка, то есть, оставляла абсолютно здоровым, как обычно. Ни горла, ни кашля. Ничего абсолютно не было. И буквально там через несколько дней прошло. Мне звонят. Говорят, что он, оказывается, у меня болеет. Оказывается, он кашляет. Что с ним явно что-то не то. Вот. Да, Дима? Да, Дима. Такое у нас бывает. Да? То баба, я помню, его баба или колова спать в манеж. А у нас манеж был маленький. Не как бывают большие такие. А наполовину меньше. Я помню, он засыпал там. Ну, она рассказывала, он засыпает, будет сидя. Будет странный, будет странный ребенок. А я думаю, как же он в кроватке сидит, а засыпает. Думаю, быть такого не может. А потом пришла как-то раз, это днем. Она не успела его спрятать в манеж. Смотрю, а ребенок в манеже спит. Там с калачиком свернулся, как собачка. Тогда я помню, тоже он очень сильно дышал с пылью. Тоже носик лечили долго. Да, Дима? Да, Дима. Да, вот так у нас такие бывают дела. Да? Баба Лили, скажи, меня по-другому как-то воспитывает. Не как мама. Мама как-то более щадящая. Да? Более старается уложить спать в кроватку. Чтоб Димочка спала в кроватке. Чтоб кожа дышала. Удобно, чтоб было. Баба Лили, то джинсы оденет мне спать в кровати, скажи. То двое штанов, трое оденет. Ой, а сонка баскетная. То спать чуть ли не на пол кладет. Да? В этот манеж. Вокруг там пылища. Полы, кстати. Вот мой не мой полы, а все равно пылища ее навалом. Вечером полы помоешь, с утра встаешь, все хорошо. Через пару часов замечаешь то, что уже на ногах что-то налипает. Где все я, где все эти? Так ты же это, ну ты сделала, а дальше что ты с ними будешь делать? Дима что там занимается? А мы сюда с вами. А ну немножко тут Диму, кстати, видать. Видно Диму. И видно наши с вами начинающие ватрушки. Так, теперь нам для этого понадобится стакан. Вот это вот на это пройдет. Не знаю, у меня был стакан, вроде бы я помню. Может быть и не был. Короче, не помню. Нужна какая-то такая вот круглая поверхность, чтобы ее поставить так. Что мама будет делать? Сейчас смотри. Оп. И придавливаем. Поехали. Да, бутылочку не надо будет продавать. Надо будет ее оставить. Кстати, она периодически бывает нужна, когда ребенок болеет. У меня, кстати, до этой темы есть еще отдельный ролик. Когда ребенок болеет, она очень помогает, спасает. И можно, допустим, прийти ночью, сунуть ее в ротик ребенка, чтобы он попил. Это тоже спасает очень. Дима, ты сейчас в муке там будешь, я чувствую весь. Может, и хватит. Что-то обычно я помню целый килограмм творога покупала. У меня уходило. А может быть и тесто было больше? Что я сейчас не помню уже. Давно не делала я давно. Дима, ты сейчас весь будешь у меня в муке. Весь в муке будешь. Что ты делаешь там? Возьмем. Хватает вроде места. Все равно тесто, кстати, дрожжевое, оно еще подымется. Напишите, кстати, в комментариях, как делаете вы ватрушки. И чем вы посерединке продырявливаете ее. Ну, то есть, делаете вот такие вот ямки. И? Каким образом? Вот, что я делаю? Мама, мама, мама. Или просто пончики. А, нет, я сделаю просто пончики пончики, наверное. Не буду делать их с абрикосами. Просто будут у меня пирожки там сбоку. Дядя, ноги грязные. Вот и все. Так, ну что ты там сделал свой пирожочек? Я сделал пирожок. Вот и все. С Димой мы убираемся сейчас много, да? Я очень много привезла, ну не очень много, привезла разных покупок. Пока я, конечно, отдыхала. Так, куда, сюда вот. Пока я отдыхала, у меня был маленький, как я говорила, отпуск. Я переделала свои много разных дел. Вот, даже сходила к трихологу. Записалась. Это будет, кстати, отдельный ролик. Попозже немножко. Весь, покажи, какой ты в муке. Ну-ка, покажи ручки свои. Покажи свои ручки. Что у тебя здесь? Какой весь в муке. Слава богу, на голове нет. Мне нравится, знаете, то, что можно ее вот так вот свернуть. Допустим, на какое-то время, чтобы она вот так вот не мешала. Ее так вот свернул, там мука осталась. Допустим, куда-то ее убрал, стол нужен. Потом продолжил дальше. Опять вытащил. Мука на месте. Как бы все супер. Дима, на пол не надо. Вот, то есть мне вот очень нравится. Мыть ее, конечно, довольно сложно. Дима, сейчас будешь подметать, значит. Что там, на пол? Мыть ее, конечно, посложнее, но, не знаю, доска. Доска, допустим, ее положить некуда. Дима, ты услышал меня? Не надо, на пол. Не надо. Ты услышал? Я сижу, да. Ладно, все. Сейчас я чувствую, будет вообще. Там уже на полу вон. Все, весь кошмар. Не знаю, что с этой мукой делать. Вот и готовы наши с вами ватружище. Чуть-чуть прям они потемнели. Честно говоря, ждала, что сейчас она уже выключится. Вот-вот уже подходит, должна она выключиться. И все никак, 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 никак. А я смотрю через окошко, она у меня уже темненькая такая стала. О, блин, думаю, да что ж такое, надо отключать тогда самой. Думаю, начать не вообще. Смотрите, они такие огромные, особенно вот эти вот две. Они прям гигантские такие, прям какая-то, какая-то рука. А, они уже осядут сейчас. Порошок весь этот осядет. Аромат стоит. Бесподобный, ну надо же. А здесь у меня остались просто две булочки. Скорее всего... А, я еще, кстати, сейчас сидела, при себе думала, надо было взять изюм и немножко вот эти вот остатки булочек намесить. У меня получилось бы с изюмом. Давно уже очень хочу булочку с изюмом. Ну, наверное, вот в следующий раз я уже их, может быть, приготовлю. Как раз у меня осталось пол пачки маргарина. Хотя, честно говоря, раньше я его вообще не использовала. Сейчас стала использовать. Докушать как раз его надо. Может быть, наверное, какие-нибудь булочки с изюмом. Потому что я уже очень-очень сильно их хочу. В детстве они прямо были очень-очень вкусные.